всем привет мы идем ставить березовый сок собираться сейчас будем показывать как мы будем делать только полешек принести и обложить ведро такого ветра чем-то не будешь вставлять это но зачем тут вставлять и посетила если она потом стихнет чуть-чуть она же ночью но будет стихать и она потечет по стволу дерева льется да поздоровайся с людьми про сборы не было рассказать как мы собирали нет не будем потому что делаешь дизе полежками все нас какое число как у нас все число 13 до 7 13 апреля фууууу как течет вон какая береза у нас нашлась ты будешь рассказывать какой целью тебе столько сока да могу рассказать хочу поставить березовый самогон на самогону брашку и проволока корюча корешок не трогай он что-то уже делаешь ну да просто пробить а что-то там чистил а по поводу порчи деревьев мне кажется что это все глупости но ведь люди но не постоянно итак он смотри проволока в нем вросла да нет я в плане того что ну блин наши предки про бабки про детки что не собирали никогда березовый сок всю жизнь его собирали у нас сегодня второй день как мы поставили ну вчера вечером мы поставили сейчас сколько час где-то около двух часов дня ну это же почти пол бидона то есть сколько уже наверно около 20 до ну около 10 будем считать 12 может быть литров в твоем бидоне у меня ведерки я хочу я потом мама же ты сказала да что мы позвоним спросим рецепт как делать не ну так мне не прям сегодня нужно в общем мне в прошлом году очень понравилось уже больше чуть чуть больше половинки этого ведра в общем него в прошлом году очень понравилось женина мама как-то делала короче березовый сок консервировала там с апельсином с лимонкой ну то есть разные слим ну да то есть один там вид у нее был с апельсином другой с лимоном не с лимоном про дночку у нас не понравился пульсина или апельсинку будем делать консервировать сок березовый будем проделать покажем расскажем как чего сейчас иду к еще одному ведерку посмотрите сколько здесь лед лед ночью холодно было очень здесь уже тоже почти пол ведерка прохладненько медленно сок движется наберем вкусненько мы тут зачистили территорию всякий валежник веточки убирали нас такая красота теперь тут осталось только он тот мусор как-то вытащить ну что я наверно напоследок в этом видео сейчас еще покажу немножко свою рассаду смотрите какие перчики уже большие блин буду их общем сейчас вот из этих вот контейнеров пересаживать наверное тоже такие стаканы хоть я их не люблю но выхода у меня нет я вот и баклажаны тоже пересадила потому что надо было пересадить вот в общем что у меня такие уже помидорки чё покажу такие уже помидорочки 19 марта посаженные такие помидорки помидоры все сажала без пикировки просто земли насыпала половинку надо же сейчас буду поливать наверное подкармливать сейчас посмотрю что у меня там осталось прошлого года какие подкормочки для рассады в общем просто насыпала половинку зарочка отстань пожалуйста пол стаканчика земли насыпала чтобы потом досыпать все чтобы не пикировать потому что это столько времени занимает а у меня не столько в конце концов помидоров мне надо как оказалось сейчас только рассажу перцы в общем баклажаны рассажены тут у меня вот еще помидоры все надо полить подкормить перевернуть все за солнышком тянутся вот еще помидоры здесь то что не зашло сейчас сюда перцы пересажу это от баклажанов остались с луком чего-то у меня с ну вот с таким семенным как-то не пошло не знаю что там какая-то или прихнюшку то ли что и земляника тоже что-то какая-то тухленькая у меня получилось он и на земляника не знаю получится чё с ней не получится здесь у меня я еще раз посадила лук красный у меня один не взошел я посадил еще ну в общем все то все что по рассаде у меня есть единственное вот что у меня еще есть здесь у меня как я господи петрушка этот салат как забыла как называется шпинат и руккола это руккола даже он как-то так все очень слабенько растет не знаю может из-за того что все вместе так скучно может недостаточно тепла хотя дома тепло меньше 20 градусов не бывает и здесь вот на мою радость просто вот вот эти четыре раз . зарин зар но прекрати пожалуйста эти четыре раз . это розмарин смог расти у меня а здесь у меня тимьянчик чебрец но причем за что в прошлом году покупала в обе рассаду ни один кустик не выжил за зиму а вот то что соседка дала то что семян в прошлом году вырастила два кустика выжили вон какие хорошие надо чуть-чуть проредить сухость всякую брать а так отличный тимьянчик в общем все пошла короче пересаживать перцы подкармливать помидоры поливать всем спасибо что посмотрели наше видео мы сейчас постараемся почаще снимать сейчас как-то и погода располагает и настрой уже другой зимой чего-то как-то особо и нечего было снимать и настроение какое-то все время пасмурно в общем да а сейчас постараемся побольше видео снимать чтобы вас радовать показывать чего у нас да как следующем видео может быть запишу про огород ну то есть не про огород а про так сказать плодовый сад чего у нас есть ну и покажу наверное еще чего-нибудь что у нас в огороде есть и что планируется в общем все всем пока спасибо что посмотрели это видео ставьте лайки подписывайтесь ждите наших новых видео пока пока